1 июня 2018 года Государственной архивной службе России исполняется 100 лет. В этот день, в 1918 году Совет народных комиссаров подписал указ о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР. Впервые были узаконены принципы и технологии архивного дела, а также документально подтверждено государственный архив необходим стране. Архивная служба Магнитогорского металлургического комбината моложе Всероссийской ровно на 11 лет. Она возникла практически одновременно с городом Металлургов. 5 августа 1929 года в коллекционном справочнике управления магнитостроя появилось первое упоминание должность архивиста-делопроизводителя. А в октябре 1931 года появилось первое положение о Центральном делопроизводственном архиве уже Магнитогорского металлургического комбината. В дальнейшем архив делопроизводственного у нас существовал в составе административного управления. И 1 августа 2014 года уже было образовано отдельное подразделение архива ОМК. На хранении в архиве по ОММК сегодня почти 2 миллиона документов, относящихся к личному составу. Это личные карточки работников и документы по их заработной плате, а также 15 с лишним тысяч приказов руководства комбината разных лет. И 4,5 миллиона единиц проектно-конструкторской документации. Большое число этих документов имеет срок вечного хранения. Одним из первых документов архива ОММК являются документы по личному составу. Это личные карточки работников за 1930 год. Их сохранилось буквально 4 штуки, 4 единицы хранения. Это люди, работающие с самого начала строительства Магнитогорска, ушедшие на войну. И вот двое из них с нее уже не вернулись. Ежемесячно в архив ПАО ОММК поступает до полутысячи запросов. В одних требуют уточнить стаж бывших работников комбината. Это важная информация для начисления пенсии. В других просят найти сведения о родственниках. Пользователем нашим являются и граждане не только Российской Федерации, но и Израиля, Республики Крым, Бразилия, Молдова. То есть мы ищем родственников, отрабатываем запросы тематические, то есть от первого человека родственников до последнего. Это очень тяжелая, кропотливая работа, потому что граждане помнят, например, имя и фамилию, но не помнят отчества двухфамильцев. Очень много нам приходится вычислять. Городской архив Магнитогорска в этом году такой же юбиляр, как и всероссийский. Весной этой муниципальной службе исполнилось 80 лет. Магнитогорский архив областного значения был образован 20 апреля 1938 года на основании решения Гурсовета о том, что необходимо образовать архив. Таким образом, в 1938 году, тем не менее, на начало 1939 года был образован два фонда на 904 дни сохранения. Сегодня городской архив – это свыше 240 тысяч документов. Здесь и управленческая документация, и личные карточки сотрудников ликвидированных предприятий, а также фото, видео, кинодокументы и документы личного происхождения. Перечислить все фонды не хватит времени. Общее число единиц хранения пополняется ежегодно. Основная функция нашего городского архива – это формирование архивного фонда Российской Федерации на территории Челябинской области. Городской архив формируется документами вечного хранения органов местного самоуправления, предприятий, организаций, учреждений города с разными видами собственности. Наши документы отражают строительство, развитие нашего города, социально-экономическое положение, хозяйственную, культурную жизнь. В городском архиве часто засиживаются исследователи. Изучают документы прошлых лет, на их основании создают научные труды и энциклопедии. Эти церковные метрические книги сравнительно недавно передал в архив отдел ЗАГС. Даты на обложке 65-й и 66-й год означают отнюдь не 20-й век, а 19-й. Постоянное соприкосновение с историей – такова суть работы архивиста. «Магнитогорский рабочий» от 1 июня 1933 года. Сегодня начинается всесоюзный конкурс «Домин и Мартенов». Показать высокий класс работы. Положение в сельскохозяйственном налоге на 1933 год. Боевая проверка партийных рядов. Это вот приказы по ММК 29-го года. Есть такой приказ, вот написано, товарищ Зеленцов назначается начальником магнитостроя. То есть вот как раз, когда началось строительство, площадка, и Зеленцова, первого начальника магнитостроя, вот здесь назначение. Вот это вот у нас самая первая книга. И здесь уже идет назначение, значит, первых специалистов. Городской архив не просто комплектуется документами. Он занимается просветительской работой. Организует выставки, проводит экскурсии для школьников, выпускает календари. Особое место в городском хранилище истории занимает архив личного происхождения. Это фотографии и документы известных людей Магнитогорска. Например, таких, как главный архитектор города с 54-го по 79-е годы 20-го века Ирина Рожкова. Она автор проекта при вокзальной площади. Или, например, руководитель Центральной лаборатории комбината и начальник Мартыновского сектора Броневого бюро, ректор Рижского политехнического университета Кристоп Нейланд. Еще при строительстве комбината была ясна необходимость сохранения чертежей и проектов всех его объектов и агрегатов. Сегодня все технические документы, накопившиеся за почти 90-летнюю историю, сосредоточены в архиве проектно-конструкторской документации ММК. В этой картотеке учтены все 4,5 миллиона хранящихся здесь чертежей. Вот как раз у нас здесь в этих ящичках хранятся карточки тех проектных организаций, про которые я говорила по всей стране. То есть вот есть Харьковский, Челябинский, Новосибирск, Киев, Москва, Стальпроекты. То есть это документация тех проектных организаций, которые строили, проектировали все объекты комбината. По собранной здесь документации можно проследить эволюцию чертежного дела в стране. Сегодня проекты рисуют в электронном виде или на белой плотной бумаге. Ей предшествовали чертежи на кальке. В архиве подлинников таких собрано более 1 миллиона. Тонкая бумага, увы, легко рвется и постоянно требует реставрации. Чего не скажешь о чертежах самых первых объектов ММК. Белые чернила на синей бумаге прекрасно сохраняются и по сей день. Это как раз чертежи фирмы МАКИ. Это самые первые чертежи по доминому цеху. Установка для смешения колонн тут. Это чертеж, я сейчас скажу, 31-го года. Вот сейчас как раз идут реконструкции доминых печей. И у нас запрашивают эту документацию. 80% пользователей этого архива работники Гипромеза. Именно они проектируют новые объекты ММК, продумывают капитальные ремонты и реконструкции уже существующих цехов и агрегатов. Так, когда вам перезвонить по готовности? По готовности, так, пекут в понедельник. Ежемесячно архив проектно-конструкторской документации выполняет до пяти сотен заявок. Десяток толстенных брошюр. Это распечатка технической информации по одному из объектов ММК. Для создания высокоточных копий старых чертежей и схем участок печати документов оснащен самым современным оборудованием. Работы выполняются на инженерных системах и копирах с разных носителей информации. Это имеется в виду электронные и бумажные. И различных форматов, то есть от А4 до А0. Максимальный размер отпечатка ширина 914 мм и длина документа 15 метров. В этом году у нас была приобретена новая инженерная система печати Осипло 2750. Она включает в себя сканер, плоттер и фальцовщик. Но сканер вот этот Вайтек, он аккуратен к архивным ветхим документам. Для нас это важно, потому что большая часть документации ветхая нашего архивного фонда. Главная задача, которая стоит перед всеми архивистами сегодня – создание электронного архива. Отцифровка документов идет ежедневно и ежечасно. Сканирование проходит каждая единица хранения. Непростой труд. Но это, во-первых, избавляет документы от износа, а во-вторых, облегчает труд работников при составлении ответов на запросы. Ведь их число огромно. За 10 прошедших лет работы нашего архива это количество увеличилось почти в два раза. Эта цифра доходит до 10 тысяч запросов в год. В 2011 году у нас произошел электронный документооборот с пенсионным фондом. Этот переход и то, что происходит сейчас электронное внедрение данных архивов, все это позволяет на сегодняшний день исполнять запросы в более короткие сроки. Отцифровые документы архивы сегодня формируют свои закрытые электронные базы. Пользователи, имеющие к ним доступ, могут сами осуществлять поиск необходимого, заказывая у архивистов только распечатку документа или необходимую справку. В архиве проектно-конструкторской документации цифровая революция стартовала еще в 2000 году благодаря инициативе тогдашнего руководителя Анатолия Васильевича Григорьева. В 2000 году была разработана концепция развития автоматизированной системы документа оборота проектно-конструкторской документации ВАО и ММК до 2010 года. Так вот, согласно этой концепции, был создан электронный архив в объеме 1 миллион единиц до 2010 года. С этой задачей мы справились. Каким образом мы спланировали в 2000 году, что мы сделаем миллион в 2010-м, остается загадкой. Но это сбылось. В связи с этим я хочу поблагодарить всех работников нашего отдела за тот вклад, который каждый из них внес в электронный архив. Несмотря на то, что на полках этих залов находится остановившееся время, развитие самой системы хранения документов происходит постоянно. В канун 2018 года архив ПАО ММК переехал в новое помещение. В залах, где отныне будет храниться история, все пахнет новизной. Трехэтажное здание по площади в два раза больше предыдущего, по оснащению в десятки раз современнее. Мобильные семиерусные стеллажи позволяют экономить пространство и защитить документы от пыли. Лифт избавляет сотрудниц от необходимости переносить тяжелые пачки документов, а специальный подъемник делает посещение архива доступным для маломобильных групп населения. Этот архив всегда находился за территорией комбината, за территорией завода, для того, чтобы люди имели возможность прийти, получить справки. Принимая решение о поиске здания и организации этого помещения, мы в том числе учитывали, что сюда люди будут ходить разных возрастов, разных возможностей передвигаться. Необходимость этого архива продиктована двумя мотивами. Первое, есть законодательство, которое необходимо выполнять. А второе, наверное, есть понимание фундаментальности компании, Монтогорский металлургический комбинат, который делает не только продукцию качественную, но и относится к своей истории, к своим обязательствам так же качественно. Вслед за первыми лицами города и комбината, новое хранилище документальной истории ММК оценивают ветераны. Зинаида Аврамовна Павлова 14 лет возглавляла этот архив. За 10 лет на пенсии ее уроки так и не забыли, что такое искать нужные пачки документов, снимать их с полок, перебирать в поисках нужного. Это ж мое родное. Я их считаю как живыми. Они же только что молчат, а они же живые. Движутся, разговаривают. Человек-то ищет что-то. Они же, кажется, что они так не живые, ничего. Стоят да стоят. Приятный сюрприз для ветеранов. Архивисты нашли их личные дела. Просмотр того, что уже стало историей, но при этом является частью собственной жизни, навевает приятные воспоминания. Афоризм, который вот мне очень близок, я очень ценю его. Нет счастья горше и священнее, чем счастье памяти. А это память. Это память. Георг Фрост глубоко заметил это. Действительно, без архива никак нельзя. Столько жизненных коллизий проходит, где надо подтверждение, найти бумагу. Всегда придут на помощь отработники архива. Это благородный труд, который незаметен, но очень благородный и нужный труд. Я очень рад за современное поколение архивистов, которые занимаются документами комбината. Это очень важная работа по сохранности документов. Потому что это история наша, история комбината, людей, персонала. Поэтому это очень важное отношение, действительно достойное к этому вопросу. Успешное, настоящее и счастливое будущее невозможно без уважения и бережного отношения к прошлому. Сегодня каждое предприятие, крупное или мелкое, понимает необходимость хранения документов и наличия собственного архива. Возраст профессии архивиста превышает 2000 лет, но суть ее и по сей день остается неизменной. Бережно хранить документальные сокровища прошлого и уметь находить среди них ответы на важные вопросы современности. Уважаемые архивисты, работники архива ПАО ММК, уважаемые коллеги, работники муниципального казенного учреждения Магнитогорский городской архив, уважаемые коллеги за дело по делам с архивами города Магнитогорск, уважаемые ветераны, поздравляю вас со 100-летним юбилеем Государственной архивной службы Российской Федерации. Архивы хранят память, хранят историю государства, города, предприятия, семьи, человека. Вы, хранители этой памяти, вы помогаете людям найти очень нужную и важную информацию о своих родных и близких. Вы помогаете найти нужные документы, которые позволяют вспомнить, осветить очень важные и нужные исторические события. Вы помогаете людям решать социально-правовые вопросы. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, удачи в вашем, вообще нелегком, но очень нужном, и благородном деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин